Сезон спаржи, который в Европе символизирует начало весны, открывается в апреле и длится до 24 июня. Французы относятся к этому овощу с истинной нежностью. Вот послушайте, что писал о нем в начале 19 века знаменитый французский гурман Grimaud de la Reynier. В конце апреля в Париже на радость тем, кто тоскует о зелени, появляется первая спаржа. Пища эта не сытная, но зато очень нежная и слегка возбуждающая. Ну а дальше месье де леареньер глотает слюнки и причисляет все принятые тогда способы поедания вестника весны. Спаржу, пишет он, едят под сливочным соусом и под маринадом с мясным соком и даже в яичнице. Служит она и сопровождением к некоторым блюдам, однако во всей своей красе предстает лишь тогда, когда сварена а-ля натюрель. Вот такая спаржа превосходное преддесертное блюдо, преломлять ее, уверяет де леареньер, занятие из наиприятнейших. Ну и в заключение, словно бы обращаясь к потомкам, знаменитый гурман добавляет, спаржу едят руками, касаться ее вилкой значит выгазать совершенное неумение жить в свете. Ну, если вас эта старинная ода весенним овощем настроила на гурманский лад, у меня есть парочка вкусных рецептов, которыми готов поделиться. Но начать нужно все-таки с того, какой спаржа следует отдать предпочтение. Ведь она, как вы знаете, бывает белая, фиолетовая и зеленая. Белая, самая ранняя, только что проклюнувшаяся из-под земли. Долгое время высокая кухня признавала только ее. Так что, по идее, есть смысл остановить выбор на белой спаржи. Но! Ушлые фермеры нынче наловчились получать белую спаржу, выращивая ее в полной темноте. И не факт, что, купив белые ростки, вы приобретете самое что ни на есть молодую. В нормальных условиях белая спаржа быстро приобретает фиолетовый оттенок, после чего стремительно и бесповоротно зеленеет. Фиолетовая спаржа не хуже белой, но, вы знаете, на нее в свое время ввела моду маркиза де Помпадур. А вот привычная нам сегодня зеленая, пару веков подряд считалась перезревшей, и на стол гурманов не попадала. И только недавно, в 20 веке, шеф-повара от ней сжалились, и она заняла свое место в меню ресторанов. Спаржа стремительно теряет свои внешние вкусовые качества, поэтому никогда не поддавайте соблазну купить ее на сейле, как у нас здесь говорят в Америке, на распродаже. Ростки должны быть упругими и влажноватыми на срезе. Идеальный вариант, купив пучок вестницы парижской весны, съесть его в тот же день. Можно, правда, у сладу гурманов заморозить, предварительно на минуту опустив кипяток, а потом обдав ледяной водой. Этот же принцип испарилки в прорубь является основным секретом правильно приготовленной спаржи. Сначала нужно обломать каждый росток с толстого края, согнув его руками. По идее, он должен обломиться именно в том месте, где начинается твердое волокнистое, а значит и невкусная часть стебля. Обстругивать спаржу как карандаш я вот лично считаю лишним. Главное, отломить ту часть, которую обычно обстругивают. А вот другие правила, которых обязательно придерживаются французы, есть смысл взять на вооружение. Внимание! Первое. Чтобы спаржа удалась, ростки перед варкой должны быть одинаковой длины, как связка карандашей. Их действительно нужно связать вместе пищевой веревочкой или на худой конец перышком зеленого лука, если это у вас, конечно, получится. Второе. Воду для варки спаржи нужно обязательно не только подсолить, но правильно и немного подсластить. Третье. Спаржу варят стоя, так чтобы вода сантиметров на пять не доходила до ее нежной верхней части. Четвертое. Варить нужно не более 4-5 минут, после чего тут же погрузить спаржу в воду со льдом. Ну а теперь о соусах. Самым ходовым соусом под спаржу в ресторанах считается соус холландез, но я не хочу на него отвлекаться. Это кулинарное приключение не самых простых. Поэтому рекомендую приготовить лимонно-сливочный соус, как это делает большинство простых французских хозяек. 100 граммов сливочного масла растапливаете в небольшой кастрюльке, подсаливаете, кидаете немного перца и выжимаете туда сок половины лимона. Взбиваете венчиком и вуаля! Все готово. Ну а если вы хотите чего-нибудь необычного такого натворить, купив в магазине спаржу, запоминайте пару элегантных и очень вкусных рецептов. Первый предполагает поход в магазин за слоеным тестом. Тесто нужно купить в виде простынки. Разворачивайте, режете на продольные куски и сразу их в духовку на средний огонь. Через пару минут достаете, щедро посыпаете тертым сыром, сверху на сыр аккуратно укладываете ровным рядком предварительно отваренную спаржу и сверху тоже посыпаете ее сыром. И этот натюрморт снова в духовку! Через 5 минут достаете оттуда деликатес под названием тарт со спаржей. А второй рецепт просто просится, чтобы вы его взяли на первый же загородный барбекю. Отваренную спаржу оборачиваете по всей длине беконом и кладете на решетку гриля. Через 5-7 минут спаржа в хрустящем костюмчике вызовет просто стоны наслаждения. Я это всегда сам вот готовлю летом на даче в Пенсильвании. За свои слова отвечаю, безумно вкусно! В общем, весеннего вам всем аппетита, сочной спаржи и надежды, что отведет эту спаржу. Можно будет в большой дружной компании, когда закончатся проклятые войны и настроение будет на все 100. А пока настроение не очень, спаржа может немножко его исправить. Так что вперед в магазины и не забывайте главный девиз наших вкусных историй, который мы рассказываем в шоу «Почти дома». Не откладывайте на завтра то, что можно приготовить и съесть сегодня. Тем более спаржу, сезон которой только что открылся. Открылся.